Приветствую вас. Давайте разбираться с тем, что вы написали. Очень боюсь говорить родителям пищевые по поводу желания перевестись на заочно. Значит, здесь, конечно, очень важно понять, что конкретно вы боитесь. Потому что то, что есть страх, это очевидно, это понятно. Вот, но с чего именно вы боитесь конкретно? Вот это совсем не понятно. Потому что у страха может быть много причин. Вы можете бояться неудачи, например. Вы можете бояться их какого-то осуждения. Вы можете бояться, что они там, к примеру, ну, к вам будут относиться по-другому. Вот. И так далее. То есть, в принципе, на мой взгляд, нужно этот момент поисследовать. Вот. Что именно, что конкретно вызывает у вас страх. Вот. Дальше. Я там пробовал что-то ляпнуть, а мне до них слышать не стали. Ну, смотрите, здесь очень интересное отношение к тому, что вы говорите. То есть... А почему вы говорите, что ляпнули именно? То есть это обесценивание происходит, ну, своей позиции, обесценивание вашей позиции, понимаете? Какая история. И тут тоже важно, на что вы опираетесь при обесценивании, почему говорите, ляпнули. Более учиться на бюджете, как настроить себя и вести разговор. Смотрите, во-первых, во-первых, необходимо четко понимать, чего хотите вы, чего хотят ваши родители. Во-вторых, нужно понять, для чего вы учитесь и зачем вам переводиться на жалочку. Вы знаете, я вам так скажу, очень много людей хотят, к примеру, похудеть. Похудеть, бросить, там, не знаю, курить, некоторые хотят бросить пить, наркотики и прочее. Но не все могут, потому что не все понимают, зачем. То есть, ну, вот я брошу, а что дальше, чем заменю? То есть, я чего-то себя лечу, да? А что будет дальше? И вот у меня такое ощущение, что вы себе не отдаёте отчёта в том, для чего вам это нужно. Вот. Зачем вам это? И насколько вы, вот, уверены в том, что вам это, вот, собственно, на пользу пойдёт? На то, что вы хотите. Вот это вот такая история. И с этим вам нужно определиться для себя. Дальше, значит, как настроить себя и вести разговор? Никак. Вы понимаете, в данном случае настройка себя, настраивание себя. А я так, полагаю, включает какое-то предвосвещение разговора. То есть, вы, если я правильно вас понял, вы хотите попробовать предугадать, вот, что вам могут, ну, что вам могут сказать, да? Это невозможно абсолютно, потому что мы не знаем, как поведут себя ваши родители, даже, даже если вы знаете, как они себя поведут, вы можете абсолютно не знать, что они скажут. Вот. То есть, это вот нужно, нужно для себя чётко понимать и чётко для себя этот момент выделить. Вы не настроитесь никак. Так. У вас есть чётко постисти, вам нужно её выявить. Вам нужно её выявить. Всё. Вопрос в другом. Вопрос в другом. Зачем? Зачем мне выявлять, выделять свою позицию, с какой целью, что я хочу? Вот, что важно. Понимаете? Для этого необходимо отдавать себе всё в том, для чего это всё, а что мне нужно, от чего я хочу. И самое главное, самое главное, да? Долг перед родителями. То есть, вот, здесь у вас всё упирается в этот самый долг перед родителями. Типа, ну, типа, я обязан, как бы говорить о себе. Я обязан, вот, значит, там, ну, делать вот так, как родители, например, там, ну, как они хотят, как они говорят, к примеру, или как они от меня ведут. Я обязан. Я обязана. Вот это вот и нужно, собственно, скорректировать, потому что вы не обязаны. Как раз таки. Вот. Вот. Вы не обязаны, абсолютно, совершенно, ну, как-то вот, делать так, как хотят от вас родить. То есть, ну, вы, конечно, можете, вы, конечно, можете, безусловно, но толку об этом, вот, как бы, да, никакого не будет, абсолютно. Вот это вот нужно понимать для себя. Чётко. Чётко для себя нужно понимать. Значит, по поводу слов, да, то есть, как вести разговор. Здесь, я думаю, что, опять же, никак, то есть, вы, ну, никак не приберёте каких-то слов, да, ну, хороших слов, образно говоря. Потому что этих слов, нет, этих слов попросту нет, этих слов не существует, там, вот, их не может, их, их, в принципе, не может быть, не может быть. Ну, нет таких слов, которые, которые вы смогли бы, эм, убедить своих родителей в том, что, ну, что вот вам нужно, ну, они либо, э, хотят вас понять, либо они хотят к вам прислушиваться, ну, прислушиваться, либо нет. Ну, ещё, тут вот, ааа. Вариант, тут, момент, тут именно такой, вот именно в этом моменте. То есть, вы себя, все, вот, по сути, хешете, хешете иллюзиями, at all, что вот есть как, какое-то, э, я не знаю, какие-то волшебные слова, волшебные, абсолютно, абсолютно, вот абсолютно волшебные слова, сказав которые, вы сразу решите все свои проблемы. Нет, 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 еще раз нет. Таких слов нет. И, в общем-то, идеально, а, идеально, а, для вас, было бы просто выразить то, что вам нужно. Вот, в принципе, что-то я могу вам сказать. Наверное. То есть, это вот, в принципе, такой ответ. Понятно, что отдельно с вами нужно прорабатывать, вот, то, что вы боитесь, значит, своих родителей. Это понятно. Но на данный момент, пока такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.